Ну что, начинаем. Виталий, ты для начала расскажи, какой и что и как будет, а потом уже проведем в гостях. И хотим, чтобы вы увидели красу большого бокса в Черновицах. Что касается, скажем, тонкостей этих, я думаю, старший тренер Украины скажет больше этого, поэтому я переделю слово Сергею. И микрофон, пристал, пожалуйста. Чемпионаты, такое нелегкое время для страны, находит возможность организовать чемпионат и действительно помогает развитию бокса на Украине. Чемпионат у нас проводится для того, чтобы отобрать состав для участия на лицензионном чемпионате мира, который состоится 14 января в городе Астана в Казахстане. Там будут разыграны лицензии в трех олимпийских категориях. Это 51, 60 и 75 килограмм. Значит, и еще такое знаменательное событие, то что мы, как и Кубок Украины, проводим под трем возрастным категориям. Где есть возможность просмотреть и молодых спортсменов, и совсем еще юных. Это будет переходной чемпионат для юных спортсменов. Мы посмотрим, какая растет у нас смена для развития женского бокса в дальнейшем. Ну, напевно, одразу по черзе Мария расскажет про ценность змаганий для спортсменов. Здравствуйте. Опять же, в свою очередь хочу поблагодарить Виталию за теплый прием. У нас как сборы здесь проходят в этом городе. Просто чудесный, с теплым приемом. Так же и чемпионат Украины. У нас будет отборочный чемпионат Украины, как в Лондоне, на чемпионат мира. Предоставим все свои силы, возможности провести как лучше эти соревнования. И будем готовиться к новому первенству. У нас были, опять же, подготовительные и сборы, и турниры. Были в Румынии, и в Польше, и в Белоруссии. Еще поедем перед миром. Должны поехать на один турнир в Болгарию. И, дай Бог, подойти в лучшей кондиции и форме в 25-м году. Зал у вас лучше, вы все там умовы, как прием, сосуется все. Все чудо. Ну, я вам честно скажу, так как нас здесь принимают, нас, чтобы никого не обидеть, но здесь, наверное, лучше всех нас принимают в этом городе. Спасибо. Все так. Спасибо. Ну и официально уже, да? Я, как представитель Министерства молодей и спорта, и видеобоксу, благодарен Богу и людям за то, что организовали такой замечательный прием, в частности, причесанного президента Федерации бокса Черновицкой области, Виталия Беляева, за то, что такой прием и в такое трудное время они помогли нам все-таки положить начало этому чемпионату. Что, казалось бы, в такое время, когда многие друг друга кидают, и там и не то, и здесь не так, эти люди все-таки нас поддержали, вот, и мы со своей стороны, Министерство и, в частности, отдел бокса, приложим все усилия, чтобы и в дальнейшем сотрудничать с ними, с Федерацией бокса, с отелем, вот, то есть мы будем стараться прикладывать максимум усилий, чтобы и финансирование достойное было, вот. Еще раз спасибо всем за внимание, за теплый прием. Георгиевич, подкишло все. Розскажите, сколько там участников, ну, за предыдущими данными, мают брути, все кто скажет. Участников, это, Саша, наверное, потому что я на мандатке не был еще. Сколько там, по предварительным... По предварительным заявкам я сейчас вам не подскажу, потому что сейчас еще технически у нас некоторые вопросы возникают, ну, в частности, в некоторой области еще не все документы предоставили, мы, то есть, со своей стороны стараемся идти им на уступки, но пока не будет на столе полностью подтверждение о том, что они готовы, могут принимать участие, то количество я вам, к сожалению, не скажу. А по якости, можливо, пан Сергей расскаже, как сборная по регионам распределена, и, ну, это кращая регион. Ну, это очень мощная команда в городе Киеве, очень мощная и по количеству, и по качеству. Вот. Також, Чернигівская область, там, взагалі, дуже розвинута молодежная и юниорская команда. Вот. И я думаю, что они мают показать достойные результаты на чемпионате Украины. Это базовые регионы для сборной, так? Ну, а в Италии, может, там, как почувается господар, когда уже нет среди фаворитов местных боксеров, так, на данный момент? Я вам скажу, наверное, женский бокс у нас развивается. Сейчас молодежь очень хорошая. Сергей Иванович, у нас тренер, один из лучших тренировщиков в Минской области. Поэтому молодежь у него сейчас есть. Эти же девочки и мальчики сейчас придут на чемпионат Украины для того, чтобы посмотреть и выбрать те, кто колено, самое лучшее, которое можно выбирать. А на этих соревнованиях мы увидим лучшее. Почему? Потому что здесь собрались лучшие боксеры в Украине. А если на то пошло, то Украина занимается одной из лидирующих мест Украины в Европе. Я уже проверил. Ну, одним словом, Европа. Поэтому не прийти на эти соревнования, ну, это, я думаю, глупо. Поэтому собираемся, смотрим и восхищаемся. И потягиваемся, да? Да. Еще и трошки, да, теперь... Просто поговорить там. Да, для пизьемок теперь еще и трошки посполковаться. Александр Иванович, скажи еще два слова. Какие администрированные, скажи, у нас в Министерстве? Какая она правильная? Спасибо. Спасибо. Спасибо.